Для начала хорошие новости. Примерно через месяц я буду снова в Таиланде. Вчера позвонил Ваня и сказал, что пора уже приезжать, потому что есть работа и уже нужно кое-что делать. Единственное, что я буду сначала не на Пукете, а примерно месяц я буду жить в Паттайе. Это хорошая новость. Последняя неделя у меня прошла под эгидой Александра Даниловича Меньшикова. Если кто-то не знает, кто это такой, это правая рука Петра Первого. Первый самый губернатор Санкт-Петербурга. У него есть два известных дворца. Первый это Ароненбаум, куда я, собственно, впервые за всю историю, пока я здесь работаю, съездил. И вы знаете, мне жутко понравилось. А здесь у нас столовая. Здесь у нас столовая. Смотрите, какой шикарный стол. А здесь в шахматы играли, явно. Концертная зала. Здесь когда-то устраивали балы. И вот там вот наверху был оркестр. Небольшой дворец, совсем маленький, кстати. Не сказать, что прямо такой громенный, там куча залов. Нет, залы, конечно, просторные, они высокие, это понятно. Но буквально несколько парадных залов и все, больше ничего. Я так понимаю, вот это и есть уборная, в принципе, да? Вот там вот. Вот там все и было. Все происходило. И там же горшочек ставили. Нянька выносила, понятное дело. Это прикольно. Ничто человеческое императорам было не чуждо в горшочек. Вот это и есть опочивальня Воронцовой. Вот здесь вот, по идее, стояла ее большая кровать. Вот там, где камины. А камина не было, что ли? Камина не было. А, камина не было в 18 веке. Да, действительно, здесь стояла. А как она тогда обогревалась? Я только летом здесь жила. А когда их выселили с Петром III, с Екатериной сюда, тогда же Воронцова уже была. Да, была. И как они здесь жили зимой тогда, получается? Ну, сам факт. Короче говоря, вот здесь стояла кровать. А вот эта вот дверь вела в покое Петра III. А они наверху прямо находились. То есть все рядышком, все близко очень. Это круто. Слушайте, я пока все снимал. Уже группа ушла. Мне приходится догонять. Где-то они же без меня куда-то пойдут сейчас. А куда? Я же экскурсовод, по идее. Ну и где они, блин? А вон они. И так уж получилось, что как раз на этой неделе я посетил еще один дворец Александра Даниловича Меншикова, который находится на Васильевском острове. Я водил туда уже группы, но вот зайти во дворец как-то, ну, не представлялось возможным. В прошлом году у меня тоже были группы туда, но я их отправлял и сам сидел на улице, курил. А вот на днях мне делать как раз было совершенно нечего. Я решил все-таки туда сходить. Действительно очень прикольно. Вот это самый главный вход. Отсюда все заходили и видели вот эту красоту. Вот это кухня. Самая настоящая кухня 18 века. Начало 18 века. Вот здесь вот готовили. А вот этот, это ковш. И это не просто так. Это ковш для пива или кваса. Имеется в виду, если, например, гости приходили какие-то, то вот этот ковш огромный выносили. Там было, естественно, пиво или квас, и все так черпали просто. Вообще круто. Парадное зало. Парадное зало. За этим столом они сидели. В креслах этих. Круто вообще, да. И на стенах французские шпалеры. Ну, ковры такие. Прикольно. Вот все сохранилось, как было тогда. Идем на второй этаж. Красные пластинки. Панцир черепахи. Плюс позолоченная бронза. Так упрошал французский мастер Буль. Английская работа. 18 век. Часовая, минутная, секундная стрелки. Показывают число. Исполняют музыкальные мелодии. Они работают. Их надо только за один. Вот это рабочий кабинет, да? Да, это рабочий кабинет. Он здесь работал. В центре стол с овальной столешницей. Она сделана из куска красного дерева. На столе корабль. Возьмем корабль за середину. Перевернем. И из основания можно выпить, как из флужера. Перевращается в кубок. Пока не выпил, то и не поставил. Прикольный кабинетик, да? Вот здесь спал Менщик? Нет. Здесь на такой кровати мог спать и Менщиков. Но здесь спала Варвара Михайловна Арсиньева. Она была сестрой Дарьи. Дарья – жена Менщика. У нее была сестра Варвара, которая жила в этом доме и занималась воспитанием детей. Кресло французской работы. Рядом ножная бронзовая грелка. У нее складывали горячие камни. Ноги стали на решетку, грелись. Грелка на стене. У нее складывали горячие камни. И кровать согревали перед сном. Вот здесь, в принципе, спал Менщиков. Но кровать не сохранилась. Вон там, вон возле печки. Вон в том месте кровать была. Александр Данилович Менщиков был очень своеобразным человеком. Из денщика в генерал-губернаторы. Ну, можете себе представить скачок. Он очень любил роскошь. Еще не было дворцов вообще в Санкт-Петербурге. А у Менщикова уже был. Кстати, Петр и использовал этот дворец для своих целей. Там проходили различные большие пышные мероприятия. Ну, к примеру, известные Петровские ассамблей. Кроме того, что люди танцевали, там играла музыка, все было красиво. Они пытались общаться так, как должны, на их взгляд, общаться европейцы. Таким образом, Петр прививал нашим людям европейскую культуру. Заключалось это, в общем-то, в манере поведения, в одежде. Как держать бокалы, как вести беседы. Ну, в общем, как могли, так и прививали. О, ассамблейный зал. Вот это я понимаю. Ни хреново так меньше, как вжил, да? Очень даже ни хреново. Китайский фарфор настоящий. Наши не умели делать, привозили из Китая и Японии. Был дороже золота. Мне очень нравится идея, как в свое время делали светильники на стенах, чтобы ярче светило. Сейчас покажу. Ну, здесь вот она не горит, но, в принципе, идея понятна. До блеска натирали вот эту штучку. Тут была свеча, естественно, не такая лампа. И это все горело и отражало сильнее свет. Гениальная идея, считаю. Очень хорошо видна смена эпох в одежде. Вот так одевались до Петра Первого. А вот так одевались при Петре уже. Он поменял моду. То, что сейчас осталось от Менщиковского дворца, конечно, это уже не тот большой дворец, который был в начале 18 века. Позже он уже был кадетским корпусом, причем довольно долго. Но сам факт, атмосфера и дух вполне сохранились до наших дней. Мне жутко понравилось. На этой неделе произошла еще одна очень важная встреча, которая, на самом деле, заставила меня очень сильно задуматься о жизни, о людях, об их характерах. Дело в том, что у меня была группа буквально один день. Они приехали утром в 11 часов, и в 6 вечера я уже должен был их завести обратно на московский вокзал. Один из этих людей, молодых людей, меня поразил до глубины души. Ему 17 лет, и его зовут Николай. У него от рождения нет ног и одной руки. Но в прошлом году он покорил Эверест. Давай просто начнем с того, что... Как тебя зовут? Начнем с этого. Коля. Коля, Николай. Коля непростой человек, прямо скажем. Вот расскажи, в чем дело вообще, на самом деле. И почему я, например, удивлен? Они не знают пока еще. Летом я поднимался на Эверест. А, идея в том, что у Коли первая группа инвалидности, да. У него нет... нет ног. Да. Да, абсолютно. Действительно протез, что ли? Офигеть. И ты действительно полез на Эверест? С ума сойти. И как это было, расскажи? Кто тебя надоумил вообще? Зачем ты туда полез? Это было, как бы, скорее всего, благотворительное мероприятие. То есть, чтобы таким же, как и я, помогать. С протезами там, с протезами. А, понятно. Сначала было хорошо, идем, так, свежий воздух, горы, все такое. Потом час идешь, другое, это уже начинает надоедать, становится тошно, противно. Может, поскорее бы уже дойти, а? Угу. И когда ты уже проходишь в эту самую середину... Уже лучше вперед идти уже, да. Самый лучший. Фраза «Покорил Эверест» возможно многих навела на мысль, что он забрался на самую вершину. Нет, он дошел до высоты 5500. Но, учитывая высоту Эвереста, он прошел 2 трети. Понимаете, для обычного человека, возможно, это и ничто. Но для человека, который идет на протезах, у которого нет руки, он покорил Эверест. Как ты себя осознавал там? Как ты считаешь, насколько тебе тяжело было? Насколько мне... Вот это интересный вопрос. Настолько, что я думал, что сейчас подохну реально. Зачем я согласился вообще? Какой черт? Где-то надо. Как высоко вы поднялись? Мы поднялись на 5400. Ого! На 5400. Под конец швоста плюхнулся на землю. Никуда не пойду больше. Он шел не с непальской стороны, а более того, он шел с китайской стороны. То есть он спустился с Тибета. Ты еще и был в Тибете, насколько я понимаю. Тибет замечательное место. А ты встречался с какими-нибудь Римпочье, с ламами? Да. Дворец Потала видели. Да, Ухаса город называется. Да, да. Это самый классный был. А была ли подготовка какая-то вообще? Да, была. И что там было? Сперва нас учили ставить палатку. И поэтому мы стали с товарищем там из другого интерната. Они, честно говоря, умеют ставить палатку, а я нет. Это было как-то немного ущербно. Надо научиться. То есть это единственное, что для тебя было ущербно из-за того, что ты не умеешь ставить палатку? Да. Красавчик вообще. А дальше, кроме палатки, что еще было? Затем мы шли в тренировочные походы. Это было еще хуже, чем покорение. В Ивереста? Да, потому что на Иверест мы шли как бы, считай, налегке. Потому что мы знали, что мы поднимемся и спустимся. А там мы шли по подмосковным лесам с огромными походными рюкзаками. Это было невероятно. А плюс там еще дистанция больше из-за того, что если в горах там воздух разряженный, а вот в Подмосковье надо это все компенсировать длинными маршрутами. И это было просто невероятно. Плюс еще жара, в Тибете хотя бы прохладненько ветер будет. У нас летом жара, комары кусают. Думаешь, а, боже мой. Лучше несколько раз на Иверест ходить. Да. Молодец. У тебя какие-то спонсоры были или ты как-то сам платил за это? Откуда вообще? Как? Я знаю, что там дорого на Иверест ходить. Ну и как? Откуда? Эта самопатевка платила благотворительная компания, можно сказать. Они просто это безвозмездно делают вот так вот подарок? Можно сказать, да. То есть ты вот в своем состоянии умудрился ползать по горам, лазить, ходить пешком. И, слушай, вот ты понимаешь, что ты герой вообще? Вот сколько тебе лет? 17. 17 лет. Ты уже был на Ивересте. Ты уже был в этом самом, в Тибете. Скажи, а вот какие у тебя планы дальнейшие вообще? Что еще ты покорить хочешь? Сейчас более-таки важный бытовый тем, там, школу закончить свою, на куда пойти. А куда ты хочешь? Вот это сложный вопрос. Ну хорошо, а к чему у тебя душа лежит? К каким-нибудь наукам, каким-нибудь. Ну и скажи прям точно, скажи все философские. Согласитесь, не каждый человек с первой группой инвалидности, без ног, полезет на Эверест. Ну, в общем-то, это подвиг. Это сейчас таких людей очень мало. И я благодарен тебе вообще за то, что ты есть. И ты показываешь своим примером, что это значит. Внутренний героизм, так скажем. Это, ты молодец. Круто. Здорово. Спасибо. Я впервые в жизни встретил настоящего героя. Человека, который не сдается и который продолжает жить, мечтать и покорять вершины. До встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok